Видео посвящается владельцам таких вот маленьких кислородных баллонов. Ребята, всем привет! Случилась небольшая беда у меня, можно даже сказать маленькая катастрофа. Закончился газ в одном из баллонов моей портативной горелки. Вот так вот она выглядит. Здесь есть пропановый баллон и есть пустой кислородный баллон. В этом видеоролике я вам продемонстрирую, как можно поправить ситуацию и заполнить баллон кислородом до полного состояния. Конкретно этот имеет объем 1,2 литра, но бывают еще меньше. По-моему, бывают литровые 0,7 литра. Также бывают значительно больше баллоны, но все равно они очень сильно отличаются от таких огромных баллонов. Это самые беспроблемные баллоны, потому что имеют стандартный вентиль и стандартные размеры. Заправляются они на любой кислородной станции. Также их очень легко менять. И обычно вся процедура заправки сводится к обмену баллона на уже заправленный. Но что же делать, когда у нас такой вот маленький баллончик? Здесь, ребята, даже резьба другая. Как вы можете заметить, выточена новая гайка, чтобы можно было пристроить кислородный редуктор. А на том большом баллоне резьба значительно больше. Как же можно его заправить, ребята? На данный момент здесь ничего нет. Абсолютно пустой баллон. Для работы нам понадобится разводной ключ. Возможно даже такой. Сам маленький кислородный баллон. Емкость его 1,2 литра. Большой кислородный баллон. И специальная приспособа, сделанная своими руками. Которая, собственно, делает возможным этот процесс. Это устройство для стыковки двух баллонов. Здесь гайка с резьбой поменьше. Здесь гайка с резьбой побольше. Одна гайка проворачивается. Это сделано, чтобы удобнее было соединять. Внутри установлены прокладки. Так как давление очень большое, друзья, более 100 атмосфер, В принципе, процедура безопасная. Но все равно опасаться стоит. Как вы знаете, кислород может среагировать с маслом. Поэтому вот эту вещь после изготовления я прожаривал на печи. Чтобы гарантированно удалить остатки масла. Масло использовалось при изготовлении. Нужно было сверлить очень длинное отверстие с использованием смазки. Видно, что деталь поменяла цвет. Можно снимать. Все здесь гарантированно прокалилось. Ладно, друзья, от слов к делу. Покажу вам на примере, как это все работает. Да, кстати, хочу сразу предупредить вас. Ни в коем случае не повторяйте. Увиденное, если вы точно не представляете себе всю физику этого процесса. Все опасности, которые могут произойти. Давление в большом кислородном баллоне обычно более 100 атмосфер. Кислород взрывоопасен при контакте с маслом. По крайней мере, все этого очень сильно опасаются. Проверять, я думаю, не стоит. Если некачественно изготовить приспособление, его может разорвать и все это начать летать по мастерской. Или где там кто задумает это все заправлять. В общем, друзья, очень много здесь опасностей. Поэтому ни в коем случае не повторяйте, если вы полностью не осознаете то, что вы делаете. Я осознаю полностью. Это довольно-таки стандартная процедура для тех, кто имеет маленькие кислородные баллоны. Поэтому я вам показываю, как это все происходит. Откручиваю редуктор. Вентиль, естественно, должен быть закрыт полностью. Вот так выглядит резьба. Резьбы здесь, как можете заметить, отличаются по диаметру и довольно-таки существенно. Поэтому сложно найти заправку, на которой вам заправят такой маленький баллон. На кислородных станциях обычно не заморачиваются заправкой маленьких кислородных баллонов. И заправляют только лишь стандартные баллоны. Но мы-то, ребята, не робкого десятка. Мы сами заправим этот баллон. Сюда резьба подходит, ребята. Поэтому накручиваем. Хорошенько затягиваем его. Давление, повторяюсь, очень большое. Больше 100 атмосфер. И нужно прилично затягивать. Переходник должен быть очень прочным по тем же причинам, чтобы его не разорвало от большого давления. Теперь нам нужно соединить эти два баллона. Поэтому делаем следующее. Воспользуемся ключиком. Так дело пойдет веселее. И от души затягиваем. Ну все, ребята. Как вы думаете, что мы делаем дальше? Естественно, ребята, естественно. А дальше мы потихоньку открываем вентиль на большом баллоне. Сильно затянутом. Был слышен пшик, но больше нигде не шипит. Это говорит о том, что здесь протечек нет. Теперь открываем вентиль на малом баллоне. Все, пошел кислород. Ждем, когда прекратится шипение. И все будет готово. Баллон при этом нагревается. Он уже теплый. Теплый, хороший. Все, ребята, можете заметить, шипение прекратилось. Можно закрывать вентили. И большой. Разность температур. Этот 26 градусов, этот 7 градусов по Цельсию. После того, как закрыты вентили, можно потихонечку стравить кислород, оставшийся в трубе. Все, можно откручивать, ребята. Маленький кислородный баллон заправлен. Сейчас мы его прикрутим к редуктору и посмотрим, какое давление. И покажу вам, как работает горелка. Кстати, один небольшой нюанс. Когда делал приспособу, сделал здесь очень маленькое отверстие. Сделал для того, если не дай бог где-то здесь оборвет трубу, чтобы не было большого отверстия и сильно кислород не выходил. Чтобы можно было закрыть вот этот вентиль, чтобы баллон не начал летать по гаражу. Еще раз повторюсь, ребята, это довольно-таки страшная процедура. Если что-то пойдет не так, довольно-таки опасно. Но если все нормально сделано, если все обезжирено, если все здесь прочно и хорошие прокладки, то все нормально будет заправляться и никаких проблем. Накрутил до 4 атмосфер и попробуем, как работает горелка. Кислородом мы заправили или не кислородом? Поставил самое большое сопло. Я обычно маленьким пользуюсь, но хочется проверить на большом. Всегда мне было жалко этого баллончика. Очень я экономил. Теперь есть большой заправочный баллон и можно сильно не экономить. Пробуем зажигать горелку. Открыл чуть-чуть пропан. Есть, пошел процесс. Сначала открываем пропан, а потом добавляем кислород. отверг на бnel. Играет готовый баллон. iuщей с номером電 Г.. В общем, как-то так все отлично работает. У меня на этом все. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!